Сегодня у нас с вами высокая подготовленность спортсмена, она обеспечивается определенными стабильными характеристиками, которые не формируются, знаете, так одновременно и вот сегодня на завтра или там в течение месяца. Это процесс длительный и практически, когда мы формируем и строим такой фундамент для спортсмена в течение годичного цикла, то мы понимаем, что мы закладываем это на результат, на главных соревнованиях для чемпионата мира, для молодых спортсменов, для чемпионата Украины и так далее. То есть в данном случае высокая подготовленность, она обеспечивается такими стабильными характеристиками, как функциональные возможности спортсмена, которые развиваются на протяжении времени. Это у нас, вы видите, двигательные качества, в целом не узкоспециализированные, а в целом двигательные качества, характерные и наиболее важные, допустим, для спортсменов. Это общий уровень технической и практической подготовленности. И поэтому, когда сегодня, допустим, тренер решает пойти легким путем, подготовить спортсмена на короткую дистанцию, выступить, задавать медали, попасть в команду и все. И сегодня, сталкиваясь не только в гребле, а в других видах спорта, это сегодня повсеместно, приходят молодые спортсмены, например, вроде бы он талантливый, у него все получается, все хорошо, но начинается, он переходит на уровень, допустим, молодежной сборной, начинает играть за команду или выступает на соревнованиях, я говорю про разные виды спорта, а получается, что у него провал, начинается специально узкая работа, специализирована, а у него нет фундамента. И когда начинаются большие нагрузки, у него провал, ему не хватает функциональных возможностей, и качеств общих для организма, для того, чтобы дальше на этот фундамент накладывать на стройки. И сегодня эта проблема характерна. Мы должны понимать с вами, что сегодня практически все виды спорта, и циклические в первую очередь, сегодня изменила система подготовки как таковой, и вообще соревновательная деятельность. Сегодня все виды спорта стали более скоростно-силовые. То есть сегодня такая чистая циклика выносливости, она немножко отходит на второй план. И это уже влияет на формирование и планирование подготовки. Готовность к большим достижениям – спортивная форма. Здесь уже она обеспечивается только если у нас с вами есть уровень, базовый уровень высоких подготовленностей. Повторяю все, физической, функциональной и так далее. И здесь уже спортивная форма, она подвержена колебаниям. И если мы с вами имеем хороший фундамент, то спортивная форма, в зависимости от того, это у нас дальше будет с вами, от календаря соревнований, что мы с вами выбираем главными, будут у нас главными соревнованиями, какие будут из них отборочные соревнования, для кого-то отборочные уже будут главными и все. Для кого-то могут быть определенные соревнования, у кого будут главные, у кого-то это могут быть вообще контрольные или модельные соревнования. То есть вот здесь вот можем, за счет того, что у нас уже есть с вами базовый фундамент, вот эту настройку спортивной формы ею варьировать. То есть у спортсменов высокого класса у нас спортивная форма держится при хорошей подготовленности в течение месяца. Это опять-таки индивидуальные характеристики, но в целом месяц. Спортсменов ниже квалификации меньше. Естественно, что спортивная форма подвержена колебаниям. И вот при планировании цикличности построения тренировочного процесса мы должны исходить из этого. То есть когда у нас по календарю соревнований выбираем, сколько у нас циклов будет. Если мы говорим о спортсменах начинающих, молодых спортсменов, то там однозначно одноцикловая подготовка, достаточно большой подготовительный период и так далее. Но в основном спортсмены, уже выступающие на соревнованиях, мы используем с вами практически всегда двухцикловую подготовку. Я объясню, почему дальше. Так вот, состояние спортивной формы, оно может достигаться, состояние стабилизируется и временно утрачивается в спортивной форме. То есть мы не падаем в самый низ, мое время утрачиваем, потом опять выполняем базовую работу, достаточно такую ударную. И выходим на новый уровень спортивной формы. Сегодня построение подготовки мы можем строить с разных подходов. Первое, мы можем планомерно увеличивать уровень подготовленности спортсмена, зная, что у нас, допустим, одни главные соревнования, там, два вкуса месяца. И мы постепенно к этому подводим спортсмена. Второй вариант. Мы можем говорить о том, что у нас стабильно спортсмен пытается выдерживать его состояние. Если спортсмен уже достаточно возрастной, и мы знаем его индивидуальные особенности, и мы выдерживаем его уровень подготовки, чтобы он был на определенном уровне, без резких спадок его формы. Но очень важно сегодня, чтобы вы понимали, что если у нас с вами переходной период в конце сезона, у кого-то он может быть месяц, у молодых спортсменов два, может быть и так далее, это не значит не делать ничего. То есть не может быть такого, что у нас ноль километража, ноль вообще минут на тренировочный процесс, у нас не может быть таких резких колебаний, выхода из спортивного состояния, спортивной формы. Это потому, что у нас каждый год с вами мы накапливаем и выходим на определенный цикл, с каждым разом уже формируя фундамент, уже новый уровень, у нас будет уже он опираться на предыдущий год. И в зависимости от этого мы можем дальше прогнозировать и вообще оценить, в каком состоянии был в этом году спортсмен и что будет в следующем году, на какой временной показатель он может рассчитывать. Вы видите, что состояние высокой подготовленности, опять-таки оно тоже колеблется все равно в любом случае, но мы можем удерживать его в течение 80 месяцев. То есть тот цикл подготовки, годичный цикл, который мы с вами планируем. И в зависимости от этого уже дальше моделировать состояние спортивной формы.